Микс Ньюс Советы Богачек Время выхода программы анонсируется дополнительно И все проблемы решаются Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Действительно, начинается программа Советы Богачек Ирина Богачек, российский психолог в нашей студии Здравствуйте Здравствуйте И мы каждый раз выбираем время программы Поскольку Ирина живет в России и приезжает сюда Она выходит не каждую неделю Но сегодня мы прямо подгадали Действительно, День психолога в России С чем вас поздравляю Огромное спасибо 22 ноября И получается часто так, что одна программа буквально тянет другую Тема из одной программы сразу переходит в другую Мы говорим про отношения, как они развиваются Как встречаются, как расстаются И вот буквально в конце прошлой нашей встречи Мы затронули тему гражданского брака И я помню, что даже слушатели начали задавать в эту сторону вопросы Но вот сегодня мы решили эту тему как бы полностью посвятить Этот час, эту встречу И пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы Консультируйтесь, делитесь, может быть, своим опытом 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 И вообще, что такое гражданский брак? Ведь, насколько я понимаю, само понятие менялось Например, в XIX веке это назывался брак, но не освященный церкви То есть брак, зарегистрированный государством Но с точки зрения церковной он остается гражданским А сейчас это понятие полностью совершенно другое Итак, да, гражданский брак Существует еще другое название Фактический брак Вроде бы это очень современное и модное такое направление И огромное количество людей выбирает для себя Такой тип отношений Потому что вот вроде бы ни к чему не обязывает Но на самом деле ничего и не гарантирует А все-таки в нашем сознании всегда существует такая потребность Как бы закрепить за собой право обладания Вот, и поэтому чуть-чуть немножечко все-таки к истокам Я уже неоднократно говорила о том, что пара вообще это миф Что наше бессознательное, оно вообще полигамно И, в общем, выбор верности семье Это исключительно социокультурное явление Каждый выбирает для себя сам Если вы выбрали своего партнера Это не значит, что у вас не будет влечения к кому-то другому Очень даже может и быть Но пространство предоставляет нам возможности И мы начинаем сравнивать И вот сравнивая, мы снова и снова, снова и снова выбираем того С кем мы вместе Ну, а то, что касается гражданского брака На сегодняшний день существует такая трактовка этого понятия Как сожительство и ведение совместного хозяйства То есть иногда создается ложное впечатление, что гражданский брак может быть даже более серьезным явлением, чем обычный брак Но на самом деле в браке есть и права, и обязанности То есть помимо удовольствия, которое ты получаешь, есть еще кропотливая работа А вот в гражданском браке никто никому ничего не должен, ничем не обязан И человек очень часто оказывается в таком состоянии, когда он начинает метаться от одного к другому Потому что не строятся совместные планы Находятся всевозможные объяснения Ну вот по статистике, почему люди говорят, что они не хотят вступать в брак Это, например, учеба, то есть закончу учебу и потом подумаю о браке Ипотека, то есть не хочу разделять с партнером свое жилье Или, например, еще по статистике из причин Хочу посещать клубы, хочу свободный секс и вообще хочу свободы В итоге все это переходит в некое желание побыть одному, разнообразие и так далее Ну, что касается меня, вот как ученая, я работаю в университете И очень часто на психологии личности провожу такой тест Он называется тест Айзенка, эпикум И там из 101 вопроса есть один следующий Считаете ли вы брак старомодным и его следует отменить? И вы знаете, вся аудитория начинает почему-то хохотать Я не понимаю почему, вот, и когда я прошу, вот сидит 120 человек на потоке Я прошу поднять руки и сказать, скажите, пожалуйста, кто на сегодняшний день выбирает для себя вот такое явление Ну, под названием гражданский брак или фактически Поднимают руки 70% студентов Да, а в основном у меня на факультете на специальной психологии девочки И вот для меня это вообще просто нонсенс То есть выбор девочек даже Потому что девочки, потому что, ну вот, по большому счету Именно женщина хочет закрепить за собой вот это вот право о заботе, опеке и так далее В то время как для мужчины брак вообще сулит огромное количество выгоды Но об этом сейчас чуть позже расскажу А вот папа мой, я тоже люблю его цитировать Он говорит, что мужчины, женщины выходят замуж из любопытства А мужчины женятся от усталости То есть они устают сами себе готовить, ухаживать и так далее Ну, на самом деле, сейчас я как раз расскажу Почему мужчина, например, не женится на своей сожительнице Потому что, ну, женой это сложно назвать Это вот люди сами себе придумывают А на самом деле понятие женой, если мы официально, да, будем говорить Это тогда, когда у тебя есть штамп в паспорте Итак, начну с мужчин Дело в том, что есть две причины, почему все-таки мужчина не женится Во-первых, возможно, у этого мужчины не очень глубокие чувства По отношению к этой женщине И он воспринимает именно вот эту вот барышню Как какой-то временный вариант Возможно, что найдется что-то лучшее И тогда, ну, у меня чистая страничка Это как, скажем, человек в примерочной комнате И говорит, так, пожалуйста, вот этого еще не вывешивайте Давайте я еще померю там вот пальто Может быть, вот это Ну, вот так, вот такой средненький вариант Но если ничего не найду, то я тогда вот это возьму И сейчас я прямо вот научную основу под это подведу Дело в том, что мужчина Я уже говорила тоже очень много раз в наших программах О том, что мужчина, как говорил Карл Густав Юнг Божественный сын То есть мальчик 9-10 лет И если он выбрал женщину И он говорит, это моя мама Ну да, в психоаналитическом концепте Он точно знает, что это его мама И он хочет как можно быстрее ее за собой закрепить Поэтому если вот попадание стопроцентное Первое, что делает мужчина Он ведет женщину в ЗАГС То есть он хочет закрепить за собой вот это право обладания Но есть еще вторая причина По которой мужчина, например, не женится Это так называемый психологический инфантилизм На сегодняшний день это действительно беда современного общества Это сильная женщина, которая давлеет на своего сына И в итоге у него формируется очень неправильное представление Об отношениях мужчин и женщин И мужчины вырастают со следующим комплексом А, с одной стороны, это страх быть брошенным Потому что я все время был один И я не видел свою маму Потому что она все время зарабатывала деньги Ее не было, она была в командировках и так далее То есть страх быть брошенным А мужчины все-таки энергетические вампиры Им женщина нужна для подпитки, для ресурсирования В данном случае этот мальчик был один А с другой стороны Если это вот такая мамаша контролирующая Которая постоянно опекает, где ты, что ты То есть не дает вздохнуть Появляется второй комплекс Это страх быть поглощенным То есть меня вроде как и нет Я без своей мамы ничего из себя не представляю И вот эти два страха замешиваются И современный мужчина Именно про мужчину я сейчас говорю Вообще боится отношений То есть ему проще вот как раз находиться В том самом гражданском браке Где он не испытывает страха быть брошенным Потому что, собственно, мы не договаривались о том Что мы будем с тобой вместе И второе, это страх быть поглощенным То есть, ну по большому счету Я тебе никто, ты мне никто Мы вот так договорились И вместе проводим время Но все же я хочу сказать Что для мужчин это выгодно Потому что он получает вообще все в полном объеме О нем заботится Я не знаю, ему готовят кушать Его гладят по головке и так далее А вот для женщины все-таки это ловушка Потому что женщина берет на себя Ведение домашнего хозяйства Ну я беру такие патриархальные отношения Где все-таки женщина готовит Занимается домом и так далее То есть домашнее хозяйство Стирка, уборка А взамен какая-то призрачная иллюзия Что может быть Он когда-нибудь на мне женится Поэтому мужчины чаще всего Мы не договорились с тобой О том, что мы женимся Поэтому зачем я буду вкладываться в тебя А эмоционально, а Б финансово То есть в гражданском браке Очень часто мужчины не делают того Что они делали бы, например, в браке официальном Да А вообще как появляется Вот есть ли какая-то разница В гражданском браке Когда люди съезжаются Потому что, например, если молодая семья Понятно, они там совместно Вкладываются Или там им родители покупают Место, где они будут жить Когда уже состоявшиеся взрослые люди съезжаются Вот есть ли разница Он переезжает к ней Или она переезжает к нему То есть это вот зависимость Что ты на чужой территории оказываешься Кто-то оказывается хозяином положения В любой момент Может тебе указать на дверь Вот это играет роль Ну, раньше это считалось вообще невозможным Чтобы мужчина переехал на территорию женщины Даже какое-то название существовало для такого мужчины Да Это, ну Что-то я забыла сейчас Да, да, да Но мы понимаем оба о чем речь Это считалось просто неприличным На сегодняшний день уже нет такого понимания Здесь на первый план выступает Что называется практичность То есть если у тебя сейчас есть жилье А у меня нет Мы можем какое-то время находиться у тебя Потому что нам это экономически выгодно Выгодно Чем если бы мы, допустим Снимали жилье вместе Мы бы тратили все эти деньги Мы могли бы потратить на что-то другое Но, тем не менее, еще раз повторю Что огромное количество выбирает Такой тип отношений Альфонс, господи Альфонс, да Ну он не только проживает на площади женщины Он еще и пользуется ее финансами То есть А здесь какой-то еще другой Олег существует Название? Ну ладно, может быть По ходу нашей программы мы вспомним Но еще раз повторю Что очень часто Именно гражданский брак Рассматривается Как некий подготовительный как бы этап Прежде чем я войду В серьезные отношения И, в общем, как у любого типа отношений У гражданского брака Или фактического брака Как я еще раз сказала Существуют свои плюсы И существуют свои минусы Предлагаю начать с плюсов Давайте, да, потому что Вот Ну, потому что Огромное количество людей Будут сейчас со мной Может быть, спорить Может быть, поддерживать И я также приглашаю всех Поучаствовать в нашем диалоге Я помню, даже оппонент Сегодня у меня должен быть Возможно, он нам позвонит Мужчина Итак, среди плюсов На первом месте Это некая проверка То есть подходят ли люди друг другу Ну, то есть, например Какие-то привычки Он спит с открытой фурточкой А ей нужно обязательно тепло И под двумя одеялами Или какие-то особенности То есть, например Твой партнер с утра не завтракает А для тебя это крайне необходимо Потому что завтрак Как начало дня Как начало совместной коммуникации И так далее Но вплоть до того, что Мужчины, извините Очень часто разбрасывают Свои носки Вот А с другой стороны Существуют жуткие педанты Мужчина, например Таких тоже я знаю Который не женится на своей девушке Из-за того, что она оставляет Пузыри на мыле Его это до такой степени раздражает Он говорит Но ладно, один раз она ко мне приходит Совершенно по-другому Я буду это воспринимать Я себя доведу до невроза Если я буду видеть эти пузыри на мыле Каждый день И он еще после этого И обрабатывает всю туалетную комнату Потому что вот у него до такой степени Вот такой вот педантизм присутствует Например, запахи могут не подойти Да, все это, конечно, есть Но я напомню, что когда люди в любви Почему говорят Надо жениться быстрее У нас эндорфины зашумляют нам мозг Наш партнер кажется нам идеальным Мы не видим всего этого И, в общем, эндорфины способствуют тому Чтобы на планете Земля появлялось все больше и больше людей Вроде как уже вот ребенок появляется И, может быть, следует нам пожениться Но это огромное заблуждение Точно никогда не нужно рожать детей Об этом еще более подробнее сегодня скажу Если вы хотите таким образом Сподвигнуть партнера на то Чтобы он вступил с вами в официальные отношения Итак, про проверку Вроде как репетиция Давай вот здесь все отрепетируем Подправим какие-то недостатки Подкорректируем Ты там это не будешь делать Я там это не буду делать Но в какой-то из наших программ Я уже говорила Именно когда люди начинают прибешивать друг друга Вот тогда и появляются истинные отношения Вот эта пелена спадает И ты видишь Реально подходит тебе этот человек На одной его волне Или есть какие-то непреодолимые противоречия Которые с каждым днем будут усугубляться Но если есть любовь Если есть чувства Если есть понимание Они все решаемы И здесь что может случиться? Что репетиция может никогда не перейти В тот самый спектакль Да Или еще некоторые используют Вот такое вот представление о браке Как сравнивая с машинкой Вот когда человек только получает права И у него встает выбор О покупке автомобиля И часто мы слышим такую фразу Давай мы купим тебе вот сейчас плохенький Но ты же все равно его там ударишь Поцарапаешь Или еще что-то Вот я категорически не согласна с этим Я считаю, что нужно Сесть сразу за Ну если есть возможность За руль того автомобиля Где ты будешь чувствовать Что жизнь проходит Именно здесь и сейчас И ты в моменте А не в какой-то там репетиции И непонятно вообще Когда-нибудь наступит Эта реальность Или не наступит Итак, среди второй причины В виде плюсов О гражданском браке Это некая такая проверка надежности Ну, во-первых И у мужчины и женщины Складывается ощущение Вот такой вот мнимой свободы Но человеческие отношения Так устроены Что не всегда все бывает гладко И случаются ссоры И вот здесь очень важный момент Будет ли твой партнер Во время ссоры Кричать и говорить Что я тебе ничего не должен Мы никто друг другу И так далее Ну то есть все станет понятно Что может быть В общем никаких чувств и нет Третья причина Это финансы И совместно нажитое имущество Вроде как у каждого свой кошелек Имущество нам делить не нужно И все пребывают в своем пространстве И изредка, значит, делают Друг другу какие-то подарки Или неизредка И иногда люди даже Вот я знаю В складчину покупают путешествия Вот Ну Среди самой важной причины Выступающей за гражданский брак Или фактически Это Разговор о том Что партнеры в гражданском браке Всегда находятся в тонусе А вроде пока мы не муж и жена Мы Ходим к друг другу на свидание Если даже вроде бы мы и живем вместе То есть это желание восхищать Удивлять Стремление быть лучше И тому подобное То есть таким образом Не расслабляешься Да, не расслабляться И таким образом Типа как бы человек находится Вот в постоянном тонусе Что касается моей собственной позиции Я ее выскажу в конце Но теперь предлагаю перейти к минусам К минусам А может быть мы сделаем Как раз Это вот небольшой перерыв Как раз у нас логический Мы вернемся Хорошо Микс Ньюз Продолжается программа Советы Богачек Ирина Богачек Российский психолог нашей студии Мы сегодня взяли тему Гражданский брак И если вы хотите тоже вот что-то добавить Высказать свое мнение Задать вопрос Получить консультацию 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 До перерыва Мы говорили о плюсах Гражданского брака Вот сейчас перейдем И к минусам Но тут вот нам сразу Прям начали звонить Надо будет надеть наушники Здравствуйте Я как всегда хочу поспорить Конечно Владимир Смотрите Пускай меня кто-то тоже поддержит 99,5 Жителей планеты Земля Для них мотивация Ну вот как у мужика Выйти замуж Это когда мне говорят Что у меня будет ребенок Если бы вот мне не сказали Что у меня будет ребенок Для чего мне вообще надо Что-то менять в своей жизни И жениться Вот для чего Именно это стало Мотиваций И вы говорили Только так не делайте Но я счастлив В браке У меня там уже трое детей Просто Но если бы Мне не пришли однажды утром И не сказали Что вот нашим отношениям Ну Такие изменения у нас То ничего бы не произошло Это самая сильная мотивация Жениться Для мужчины уж точно Благодарю вас за комментарий Но смотрите В вашем случае Очень хорошо Но я хотела бы спросить У нас на связи Я к сожалению Скинул Что перезвонить Проговаривали они Этот момент Либо Женщина Приняла Собственное решение И потом поставила Перед фактом Что вот уже сейчас Я как бы Беременна Давай будем думать Я понял Что это вот Перед фактом Ну то есть вот судя Перед фактом Перед фактом Потому что Как бы Как рассказывал Ну слушатель Вот Ну Хорошо Если так Но зачастую Все-таки Брак И Решения какие-то Которые принимаются Пусть даже это Брак гражданский Или фактически Решения должны Приниматься совместно А все-таки Ребенок Это Новый человек Это Ну Такое Ну Серьезное решение Что здесь Не может участвовать Только один Все-таки Эти моменты Нужно проговаривать Но в любом случае Спасибо за комментарий Итак Про минусы Гражданского брака Итак Прежде всего Я вот тут Статью выписала Конституции Это Минусы Гражданского брака В том Что там нет Юридической Незащищенности Которая есть Например В браке Официальном Итак Вот 51 Статья Конституции Ну в данном случае Российской Федерации Она говорит о том Что если вы в браке А всякое в жизни бывает Вот есть такая фразочка От тюрьмы до отцу Мы не зарекайся Да То вот если вы в браке Вы можете не свидетельствовать Против своего мужа И имеете право На посещение Ну вот В местах заключения И в данном случае Мы говорим о планах На будущее И они должны быть Обязательны Иначе Вот этот вот Страх И неопределенность То что касается Детей Ну опять же таки Если брак официальный Да У ребенка Есть отец Если брак гражданский То есть официально Если только мужчина Не напишет заявление Не усыновит ребенка Дети оказываются Без отца Это такая некая Этическая Юридическая составляющая Даже при теплых отношениях Я вас уверяю Любая женщина Не хочет быть матерью-одиночкой И ее это очень сильно задевает А в парах с гражданским браком Как правило По статистике Дети вообще не планируются То есть потому что Люди Не считают Вот такой тип отношений Сто процентно Обязательным И мужчины часто Слава Богу Что наш вот Оппонент не такой Очень часто заставляют женщин Избавляться от детей И в данном случае В то время как в браке Оказывается Мужчина не имеет права Подавать на развод Когда женщина беременная И ребенку до года И в официальном браке Не требуется установление отцовства Для того чтобы например Какие-то заявления Подавать на алименты И так далее То есть искать элементы Невозможно во время Гражданского брака То есть мужчина может сказать Это не мой ребенок Еще раз повторяю А в официальном браке Там не обязательно Доказывать отсутство Здесь это потребуется Конечно же Очень важно Общественное мнение Вот сейчас просто Еще один звонок Давайте пожалуйста Здравствуйте пожалуйста Здравствуйте Я извиняюсь Да 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 Второй раз Конечно Очень хорошо Смотрите Вы в браке У вас есть хотя бы двое детей Ну то есть вы можете Об этом объективно рассуждать Или у вас Субъективные суждения Потому что вы Не были в браке У вас не было Ну скажем Два-три ребенка Огромное спасибо И вы говорите о каких законах Латвийских Или о других Ну да Спасибо Огромное спасибо За ваш вопрос На ваш вопрос Я отвечаю следующее Я в браке Двадцать пять лет И этим летом У нас была Серебряная свадьба Мы с мужем Знакомы со школы Мы учились в одной школе Он на два года Меня старше Встречаться Правда мы стали На последних курсах Университета Совершенно случайно Встретились в городе И вот судьба Что называется Вселенная дала нам Второй шанс И мы его уже не упустили И мы имеем Двух дочерей Одной тринадцать лет А другой двадцать один год Поэтому Ну вот Я наверное Более чем кто-либо Могу рассуждать об этом И если вам Интересна моя история То хочу вам сказать Что вот прямо В плане брака Такая иллюстрация Мой супруг Тогда был Аспирантом Университета Он был В общем-то Ну финансово Не очень обеспеченным Молодым человеком И это было Сдерживающим Фактором Для того Чтобы он сделал Мне предложение И вот мы там Перебирали какие-то вещи Я помню В подвале И я ему говорю Слушай А что такое Вот мы как-то В общем Не пора ли нам пожениться То есть Инициатива была За мной Он от неожиданности Присел на коробку И говорит Да и правда Ну ведь Тогда мы не сможем Сделать какую-то Грандиозную свадьбу Пригласить много людей Я говорю Да слушай Не нужно Мне важно Твое желание Он говорит Мое желание есть Я просто боялся Тебе сказать об этом И вот мы Запланировали Поход в ЗАГС Подать заявление И это оказался Понедельник Мы пришли в ЗАГС А ЗАГС закрыт Вы не представляете Какую рефлексию Мне выдал мой муж Он сказал Ты знала Что ЗАГС закрыт Ты на самом деле Не хочешь Замуж Ну в общем Такой был Небольшой конфликт То есть Мы поженились Через три месяца После Нашей встречи Ну вот этой Вторичной встречи Когда мы уже стали Именно Ходить на свидания Я вот хотел бы Может быть добавить По поводу минусов Вот гражданского брака Пример который Ну вот Очень печальный К сожалению Пример Совсем буквально Недавно Вот вчера Была шестая годовщина Трагедии В Риге Обвалился Супермаркет Максима Там погибло 54 человека Включая Даже Ну вот Спасатели Которые Ну приехали Там обрушилась Еще одна стена И вот была Когда Присуждали Компенсации Погибшим У спасателя Была гражданская Жена И из-за того Что у них не были Официально оформлены Документы Я честно Сейчас боюсь Соврать По-моему Она не смогла Получить Эту компенсацию Или это пришлось С большим Каким-то Сложностями Трудностями То есть Очень Это много В свое Время Это Вызвало Большой Резонанс Поскольку Эта история Освещалась Прессе То есть Из-за того Что у них Не были Оформлены Официальные Отношения Для государства Они были Совершенно Посторонними Я вот просто Не знаю У нас Например В России Существует Такое Дополнительное Постановление Назовем его Если я Юридически Что-то Сейчас Неправильно Скажу Прошу меня Простить То есть Если Вы проживаете Вместе Более Двух Или трех Лет И есть Свидетели Которые Готовы Подписаться Под этим То Вроде бы Как Можно и Признать Факт того Что Вы Являлись Мужем и Женой Не знаю Как В латвийских Законах Существует Такое Или нет Вот Поэтому Продолжаю Дальше Про Минусы Итак Общественное Мнение То есть Для Наших Родителей Все-таки Людей Того Поколения Что бы Мы Не Говорили Это Всегда Сожитель И Сожительница Поэтому Родители Воспринимают Эти отношения Несерьезными Очень Часто Они Начинают Спрашивать Когда Вы Поженитесь Когда У вас Будет Детки Более того Соперники И соперницы Воспринимают Тебя Как Свободного Человека И Соответственно Ну Например Относительно Мужчин В основном Девушки Говорят Если Если Хотел Женился Значит Если Он Не Хочет То Свято Место Пусто Не Бывает То есть Можно Попробовать Его И Занять Ну И Конечно Про Ту Самую Репетицию Которая Может Стать Постоянной То есть Вроде Б Уже Вот Этот Флер Влюбленности Прошел А Свадьбы Все Нет И Ведутся Только Разговоры То Одно Что-то Мешает То Другое Что-то Мешает Некий Такой Саботаж Вселенной А Потом В общем Люди Говорят Да Слушай Ну Наверное Ничего У нас И Не Было Никакой Любви И Пошел Страничка В паспорте Свободная Ну А Очень Важным Моментом Еще Является Возможность Потерять Близкого Человека Из-за Вот Этого Пресловутого Ощущения Свободы Когда Из-за Мелочи Человек Ушел Хлопнул Дверью В пылу Сказал Что-то А брака Нет Вроде Как Мы Никому Ничем Не Обязаны Ничего Нас Не Связывает И Это Может Реально Стать Причиной Того Что Один Встал В позу Другой И Они Не Смогли Договориться Позвонить Друг Другу Попросить Прощения И Так Далее Вот А я Вдруг Выяснила Что Я Не Нет Ну Когда Женщина Не Хочет Замуж Это Чаще Всего Какая-то Криминальная История Потому Что Все-таки У Женщины В основе Потребность В заботе О Защищенности Которая Может Ей Дать Муж И Когда Женщина Говорит Я Не Хочу Замуж Здесь Чаще Всего Бывают Некие Бессознательные Причины Например Это Страх Перед Отношениями Например Такую Неудачу Женщина Видела В паре Своих Родителей Или Например Нежелание Испытать Боль Например Уже Был Какой-то Травматический Опыт Кстати Это И к Мужчинам Тоже Относится Или Например Травма Расставания С кем-то Из родителей Кто-то Из родителей Ушел Из семьи А ребенок Часто Переживает Это И Считает Виноватым В этом Себя И еще Раз Не хочет Пережить То же Самое Или Например Та самая Неохота Взрослеть И Часто Женщина Например Живет С родителями Или С кем-то Из родителей И Ей так Удобно Потому что Есть Некие Скрытые Выгоды Например Я не беру Ответственность Я не Взрослею Но Например Женщина Живущая С папой Вроде Как Все Устраивает Храню Верность Одному Из родителей Папа Уже Пожилой Нужно О нем Заботиться И так Далее Не рискую Не вступаю В постоянные Отношения Защищаюсь От боли И не хочу Ничего Менять И вот Эта Скрытая Выгода Она И поведение Вызывает Следующее То есть Когда Женщина Начинает Выбирать Мужчин Которые Не способны Например Обеспечить Ее Финансово Не способны Вообще Создать Семью В силу Например Алкоголизации Или наркомании Или вот такие Мужчины Обычно про женщин Говорят Ветреные Но в данном случае Применю этот термин К мужчинам Или женщина Начинает кричать А я не хочу И никогда в жизни Я не выйду замуж Или выставляет Какие-то нереальные Требования По типу А сможешь ли ты Меня потянуть И так далее И Очень часто Кстати Вот такое вот Состояние Может привести Женщину К депрессии Потому что Еще раз повторю В основе Потребности Женщины Это забота И вот ощущение Безопасности Перестают следить За собой Или наоборот Очень сильно Погружаются В какие-то дела И говорят Что у меня вообще Не до семьи И Вот сейчас На первом плане Карьера И то есть По сути Женщина сама Становится Вот таким вот Сильным мужчиной То есть Очень выраженный Анимус Внутренние составляющие И конечно Такую женщину Мужчины Начинают бояться И понимают Мама дорогая Вот точно С ней Семью не создать И потом Такие женщины Приходят ко мне В психотерапию И говорят Ира А что делать И единственное Что я им говорю Ну дорогие мои Если вы уже Стали такими Сильными женщинами Нужно Маскироваться То есть Все-таки Включать женскую женщину Ну маскироваться Как шутку В данном случае Я говорю У нас есть звонок Да конечно Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте 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 Да конечно Вопрос Ну Как бы Критический Любовь Это необъяснимое чувство Для каждого индивида Кстати Вот Мне кажется Что скажем Государство Хочет это браком Это контролировать Эту ситуацию Да Вот Ну раз оно Хочет контролировать Эту ситуацию Да У каждого индивида Это любовь Она начинает Кончается Это индивидуально Есть такой тезис Из Библии Жена Принадлежит Своему мужу Он действует Уже скажем Две тысячи лет И если придерживаться Этого тезиса То давайте Так и будет придерживаться Там написано Что муж Принадлежит Своей жене Если придерживаться Этого тезиса То Многие проблемы Будут решены Спасибо Благодарю вас За комментарии А я вот Тоже хотела бы Дополнить Я выписала Такую чудесную цитату Что такое И в чем разница Между счастьем И любовью Вот Может быть Олег тоже прокомментирует Итак смотрите Чтобы быть счастливым Человеку нужна Уверенность В завтрашнем дне А чтобы быть Влюбленным Нужна как раз Неуверенность Счастье Зиждется На спокойствие Тогда как любви Необходимы сомнения И тревоги Таким образом Брак был задуман Для счастья Но не для любви Вот Как вы думаете Олег Если вот какая-то Да А кто автор Это ему Время А вот представляете Не Вот автора Я не написала Да Брак для счастья Но не для любви Брак для счастья Но не для любви Потому что Для брака Нужно счастье А счастье Оно статичное То есть я должен быть уверен В завтрашнем дне А для любви Как раз нужны Вот эти всплески Вот эти эмоции Вот это вот Ощущение Того Что вот Не статично Мне кажется Что здесь Все-таки подразумевается Под словом Любовь Влюбленность 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 На встречу Любом Любовь Испытанием Ой Благодарю Так здорово А вот я Немножко Хотела остановиться Вот как раз На детях И так Дети Вовсе не являются Гарантией того Что мужчина На тебе женится И поэтому Ну вот этот вот Миф О том Что если я Скажу Что у нас Будет ребенок Это подтолкнет Мужчину К тому Чтобы он Поставил штамп В паспорте И в данном случае Вот из клинических Случаев У меня в Париже Сейчас Такая история В терапии У меня девушка Муж француз Очень тревожный Я говорила Французы Такая нация Очень тревожная Они познакомились Кстати в самолете Она летела На антикварную выставку Вот И Они стали встречаться И она В скором времени Объявила ему Что она вот беременная И он вначале Очень смутился Переживал И Ну потом В общем он взял себя в руки И сказал Что да Действительно Давай поженимся И они поженились Родили ребенка И вот только Она родила ребенка Буквально через 8 месяцев Она снова забеременела Ну вот погодки И она ему сказала о том Что я беременна снова Он говорит Мы же с тобой Заключили общественный договор Что больше у нас детей не будет Поэтому Или ты избавляешься от ребенка Или Мы Расстаемся И вы знаете Она приняла решение Оставить ребенка И он подал На нее документы В суд И суд Принял решение Это ну вообще Конечно Мне эти законы Совсем непонятны Ее с двумя малолетними детьми Выставили из дома Который принадлежал ему И В общем Затаскали по этим судам Они были в гражданском браке Нет Они были в официальном браке Более того Они были в официальном браке И даже в официальном браке Ей ничего не досталось Я просто Сейчас эту иллюстрацию Привела к тому Что Вот женщина Приняла решение Еще раз Забеременеть Ну не приняла решение Так случилось Да И мужчина не поддержал ее И все Поэтому Наш оппонент Который звонил Я очень счастлива И рада Что у него трое детей Но не все такие Все люди разные У всех своя психическая реальность И в данном случае Вот этим примером Я проиллюстрировала то Что мужчина может отказаться От женщины И даже уже От собственного ребенка Который вот уже есть Вроде бы И даже от официального брака Уж не говоря о гражданском Ну и в завершении Что я хотела сказать Очень часто меня спрашивают Как понять вообще Женится мужчина или нет И Ну вообще есть такой Плюс-минус срок Он конечно же условный Что чаще всего Мужчина если имеет Намерение жениться Он делает предложение От трех месяцев До одного года То есть вот Это тот срок Когда мужчина Вот кто-то быстро принимает Решение Иногда одного дня достаточно Моя одногруппница Ехала в метро На эскалаторе Внизу стоял Молодой человек С цветами Он увидел Повернулся к ней Вот так вот вверх Увидел Встал с ней на ступеньку Поцеловал ее В родинку на щеке И сказал Я хочу чтобы Ты была моей женой Подарил ей букет цветов То есть он вез эти цветы Бабушке на день рождения Ну вот так случился Их роман То есть он принял решение За одну секунду И они давно уже в браке Двое деток у них Вот Кому-то нужно Побольше времени Но если мужчина Не принимает Долго решения Я рекомендую Задать три вопроса Ну собственно Они в одну и в другую сторону Да Работают Иногда например Мужчина говорит Давай поженимся Давай поженимся А женщина Вот я сказала В силу приведенных причин Например Вот никак не может Принять решение Тина Терна 36 лет Не хотела выходить Замуж за своего продюсера Ну там Отдельная история Вот Итак Три вопроса Которые я рекомендую Задать своему партнеру Как ты ко мне относишься Что ты обо мне думаешь И какие наши совместные планы Не ждите Чтобы инициатива была за мужчиной Я уже говорила Потому что Ну что Репетиция брака Это конечно же хорошо Но нельзя репетировать всю жизнь А гражданский брак Что Он мужчине Дает иллюзию свободы А женщине Дает иллюзию Замужества Но это лишь иллюзии А давайте жить в реальности Здесь И сейчас Два буквально вопроса Тут пришли от наших слушателей Любовь к родине Любовь к животному Домашнему Любовь к ребенку Любовь к своей половине Это одна и та же любовь Или разная Это совершенно разные состояния Просто мы испытываем Очень часто по силе Одинаковые чувства Поэтому мы называем Ну плюс-минус Одинаковым понятием Но сущность Вот этих всех Состояний разная И спрашивают Ну тут такое уже Сколько раз Можно менять супругов А вот здесь Все зависит От вашего психотипа Которая напрямую Может нам сказать О том Сколько супругов У вас будет То есть Если вы на возрастной Фиксации Дети У вас там может быть Неограниченное число Супругов Потому что вы все время Ищите 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 Как бы где лучше А если вы на взрослой Возрастной фиксации И нашли свою вторую половину То вам вообще Никто не нужен Вам даже гости В доме не нужны Настолько вам хорошо Друг с другом Спасибо И тогда Мы объявим Еще дополнительно Наверное Когда будем Встречаться В следующий раз Ирина Богачик Сегодня была В нашей студии Программа Советы Богачик Слушайте Следите За анонсами Спасибо вам большое До встречи Огромное спасибо До свидания